Чтобы люди любили и берегли природу, о ней надо рассказывать и показывать. В парке у Вечного огня вдоль набережной на стендах ПАО ММК появилась актуальная информация. Здесь цифры и факты динамично и ярко иллюстрируют позитивные изменения в экосистеме города и региона. Как выглядит наглядная экология, рассказывает Елена Ткач. Я очень люблю рисовать природу. Меня она вдохновляет. Я с детства ей безумно интересуюсь и наслаждаюсь, потому что для меня она как особый вид медитации. И особенно ее рисовать для меня это, можно сказать, большая честь. Этю для Пленера, где зеленая палитра акварели, с трудом может передать все многообразие красок, тонов и полутонов живой природы. Еще 20, 15, даже 10 лет назад для зеленого пейзажа художники вряд ли бы выбрали набережную Урала с прострелом на трубы доминых цехов и металлургического производства. Экологический портрет города пишется на наших глазах. Экология, воздух более свежий, стал чистый, чувствуется. Больше, наверное, в природе появились животных, увидели часто, уже таких, которых раньше даже не видели. Птицы, какие-то разновидности появились, прилетают. Высаживаются деревья, рекультивируются карьеры, а водоем пополняется новыми видами рыб. Много делают для сохранения редких видов растений и животных. И это все на фоне строительства и реконструкции природоохранных производственных объектов. Экологи металлургического комбината эту информацию ярко и доступно разместили на стендах вдоль тенистого берега Урала. Динамические системы, где со скоростью комфортно человеческому глазу меняются слайды. Здесь в цифрах и картинках можно увидеть, как работают программы ММК и как меняется наш город. С Магнитогорском меня связывает то, что я училась в пединституте, на факультете физмата. Закончила в 1979 году. С этого момента в Магнитогорске я практически не была. Уже больше 40 лет Наталья живет в Санкт-Петербурге. В этом году с мужем решили приехать в свой город детства и юности – Магнитогорск. Я обратила внимание, что воздух стал совершенно другой, небо чистое, комбинат смотрится более благородно, светло. И гордость берет, что такой город вот у нас, Магнитогорск, есть. Это лишь часть экологического пути металлургического города. Предстоит много работы, но руководство комбината готово вкладывать и вкладывает миллиардные средства для позитивных изменений экосистемы региона. И да, экология бывает наглядной. Достаточно прогуляться по набережной, остановиться возле ярких тематических стендов по ММК, прочитать информацию и взглянуть на левый берег реки Урал, чтобы увидеть меняющийся в лучшую сторону промышленный пейзаж нашего города. Елена Ткач, Евгений Грудев, телекомпания ТВ.